Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут». И как и полагается, в преддверии Нового года гость у нас очень необычный. К тому, что собеседники побаиваются камер, мы давно привыкли. Но в этом случае, положа руку на сердце, стоит признаться, страх был обоюдный. Тигренок-пират, хоть и воспитывается в звездном коллективе, к чужим запахам привыкал несколько минут и поначалу стеснялся. Даже на свою вторую маму, дрессировщицу львов и тигров, принцессу российского цирка Людмилу Суркову, поначалу косился с недоверием. Это пират, ему полгода исполнилось. Он приехал к нам из Сочи, из зоопарка, нам его подарили. И это будущий артист. Это еще совсем маленький тигренок. Это еще маленький тигренок, да, ему только предстоит, он только делает первые шаги, так скажем. Мы еще только начинаем репетировать, даже, можно сказать, еще не репетируем. Только начинаем репетировать, приучать их к манежу. Вот сегодня он у вас в студии. Своенравное животное, мне так кажется, то есть это ведь не собачка, не кошка, которая, может быть, и понимает команды, но имеет свой достаточно жесткий нрав. Да, совершенно верно. У каждого свой характер. И так как это действительно хищники, которые должны жить на воле, естественно, что для них это, ну, немножечко, наверное, так чуждо, но они слушаются все равно послушно. Потому что к каждому у нас свой подход. К каждому любовь и ласка делают все. Ну вот сегодня, да, безнаморник, как обычная собачка. То есть вот что он уже сейчас понимает? Он сейчас понимает команду сидеть, он знает команду свое место, знает команду домой, знает команду оф, это когда животное сидит на задних лапах. Вот это он уже знает. Как долго нужно тренировать себя, в первую очередь, чтобы подойти? Вы же тоже с чего-то начинали. Было страшно работать именно с такими животными? Мне в цирке сказали, что это самый сложный зверь. Ну это да, это действительно самые сложные звери, но страшно, наверное, так сказать, не страшно, бывает только дураку, не бояться только дураки. Конечно, было немножко страшновато, но единственное, я могу сказать, что я хотела это с детства, я об этом мечтала, и мне выпал такой действительно шанс. А сколько у вас таких подопечных? Вообще у нас их 12. Вместе с малышами 12. У нас есть один белый африканский лев, которого привезли специально с Южной Африки к нам. Ему уже 4 года, 5 год, он уже взрослый, с большой гривой, очень красивый, также ручной, потому что он просто вырос у нас дома. Его привезли очень маленьким. Рядька, не ходи туда. Вот это уже страшновато немножко. Все, все, к маме пришел, да, молодец. Они ведь как дети, да, то есть он сейчас переживает немножко, нервничает, вы с ним, в принципе, общаетесь так же, как с маленьким. Вот не страшно, когда такая близость? Все, не бойся. Не страшно. Конечно, они могут от испуга, они только могут покалечить или что-то сделать. А так, то, что мы их берем действительно маленькими, в маленьком возрасте, воспитываем практически у себя дома, не бойся, Пират, практически у себя дома, то есть по возможности, потому что не в каждой гостинице цирковой тоже разрешают, тем более, таких зверей приносить. И потом, ну, конечно, от них и запах есть, от них есть все. Это, ну, не маленькая кошечка, не маленькая собачка. Мы их приучаем, некоторые приучаются, некоторые, конечно, не приучаются, уже в зависимости от сложности смотрим, когда их перевести в вольер. Есть разные характеры у животного, да, то есть есть, которые поддаются, и они до безумия просто ручные, просто вот действительно как собачка. А есть, которые своенравные, со своим характером. Ну, таких, конечно, поопаснее дома уже держать. И мы их уже переводим на вольерную жизнь. У нас есть вольеры для животных специально для содержания, чтобы им было комфортно. Они не в клетках у нас живут. Пирата-сестричка есть еще, да? Да, у него есть еще родная сестра, Таис ее зовут. Она поменьше у нас, поярче, но вот та с характером. Я представляю, что происходит, когда они вместе. Они же как котята, по идее, должны скакать, играться. Да, 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 скачут и играются, то есть у них расписание тоже очень строгое такое. С утра они кушают, потом они немножко спят. Детский сад, на самом деле. И потом они идут гулять. Гуляем мы где-то по 4-5 часов в день, потому что, чтобы росла у них мышечная масса, это, естественно, большой зверь. И в цирках нет таких условий, чтобы было большое пространство, где побегать. Вот мы ходим по улицам, по циркам, по фаре. По улицам вот это интересная реакция. Вас же кто-то видит? Видит нас, конечно. Собаки разбегаются, люди тоже. Скажите, а когда такой зверь становится настоящим артистом, полноправным, заслуженным? Ну, мы выводим животных в манеж около года, чуть больше года. У нас есть еще, так скажем, их родные сестры, которых нам подарили полтора года. Им сейчас по полтора года. Нам подарили тоже сочинский зоопарк, подарил нам полтора года назад их. Они, на самом деле, очень талантливые девочки. Это Плюша и Клепа. Давайте нашим телезрителям, тем, кто не был еще на представлении, немножечко откроем завесу тайны. Что ожидает там именно с участием тигров? Это аттракцион львы и тигры в одной клетке. Это, сколько у нас, три тигра и пять львов, львиц, точнее скажем, которые находятся там одновременно. Я работаю с ними в данный момент одна, так как Ги у нас на гастролях с другой программой в Питере. У него большой проект. Он отпустил меня одну в это плавание. То есть это получается совершенно другая работа, совершенно другая клетка, совершенно другая постановка. Тяжело. Тут ведь еще и спектакль. Спектакль в спектакле. То есть это не просто, чтобы тигр прыгнул с одной тумбы на другую. Это должно быть действовать. У нас все представления, у нас несколько аттракционов. То есть каждый номер, это спектакль в спектакле. Каждый номер вы попадаете куда-то, в какую-то сказку получается. У нас есть Бразилия, красочная Бразилия. Просто окунаетесь в бразильский карнавал с музыкой, с песнями, с танцами, естественно, с балетом. Есть аттракцион «Цыганский табор Рома». Медведь потрясающий. Медведи, да, которые просто на самом деле точно. У нас приходили цыгане, когда на представление, они просто стояли, хлопали и аплодировали. Настоящие цыгане. Настоящие цыгане, да, они в полном восторге просто уходили оттуда. Они говорят, вот это красота, вот это вот мы окунулись туда, откуда пришли, так скажем. Есть аттракцион «Африка», где выставляются на манеже пальмы. То есть попадаешь в Африку с африканскими животными, то есть африканский колорит. Все вот это вот присутствует. И, естественно, представлена, так скажем, наша Россия в нашей сказке. Она зимняя получилась. Россия, да. Россия – это зима. Необычный титул у вас. Где вы его получили, за какие достижения? Раз в два года в Саратове проходит фестиваль «Принцесса российского цирка». И выставили, естественно, на конкурс клетку, нашу клетку. Ну, и за аттракцион я получила звание «Принцесса российского цирка». Ну, как бы судить, за что я получила, это, наверное, все-таки судьям и зрителям. Но я могу сказать одно то, что, наверное, не каждый мужчина зайдет в клетку, а тем более девушка. Это тяжеловато, это чисто морально даже. Пока он сидит тихонечко, привыкаешь, на самом деле, по себе могу сказать. То есть сейчас спокойно. Конечно, встанет, да, чувство какое-то такое. А как тигра проявляет то, что ему не нравится что-то, что он нервничает? Вы же видите, да, когда… Да, конечно, это видно. У них есть свои повадки, на самом деле, когда им что-то не нравится. Они прижимают уши, у них сразу шерсть дыбом становится. То есть практически так же, как у всех кошек. Даже у домашней кошки, если вы понаблюдаете… Вот он часто дышит, тоже нервничает. Часто дышит, да. Он немножечко напугался, когда мы сюда пришли, потому что незнакомая обстановка. Для него это все вновь. Он привык только к своему дому, к цирку, там, где он хозяин. А как вам, кстати, в нашем цирке? Удобно работалось? Нас очень порадовало. Чистые гримерки. Фойе цирка действительно тоже чисто. Приятно заезжать в цирк, который подготовлен для артистов и для животных тоже. Мне бы хотелось, чтобы вы маленький совет дали именно зрителям, которые приходят. Часто они ведут себя не очень корректно. Фотоаппараты, какая-то еда, какие-то яркие эмоции. Понятно, что это шоу, что надо реагировать. Но, с другой стороны, нужно помнить, что на арене. Кто на арене? Да, вот, к сожалению, это беда, наверное, многих зрителей, которые приходят и думают, что, а, если животное дрессированное, значит, оно ручное, значит, оно не опасное. Были случаи, когда родители, к сожалению, на первом ряду сидящие, у нас медведи работают, конечно, на поводках, но есть моменты, когда медведи отпускают, и они работают без поводков. И когда мама ребенку говорит, пойди погладь мишку, он дрессированный, то это, конечно, очень опасно. И мне бы хотелось обратиться вообще ко всем зрителям, что, несмотря на то, что животные дрессированные, они ручные, они ручные только для нас, только для дрессировщика, и знает только дрессировщик. И, естественно, ходить по залу в эти моменты, потому что животное отвлекается. Не пропустите! Только до 12 января, а в новогодние праздники ежедневно Королевский цирк Гии Эрадзе ждет всех на яркое представление. Субтитры сделал DimaTorzok